Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы так рады, что вы с нами на программе Иисус Целитель. Я приглашаю вас присоединиться к небольшому кругу близких людей, которым мы сегодня служим в домашней обстановке. Возьмите Библию и какой-нибудь блокнот для записи, и будем учиться вместе. Последние несколько эпизодов мы изучали чудеса исцеления, произошедшие в служении Иисуса. Мы назвали это «Школой исцеления». Почему мы решили этим заняться? Потому что мы осознаем, что делая то, что делали эти люди в Новом Завете, мы получим то, что они получили. Так что нам нужно изучить, что они делали. И мы проходим Матфея, Марка, Луки и Иоанна, четыре Евангелия, в которых записано земное служение Иисуса. Так много чудес, так много исцелений произошло через служение Иисуса. И, естественно, не все они были записаны для нас в Писании. И Иоанн сказал, если писать о том подробно, то и самому миру не вместить бы написанных книг. Поэтому не следует рассматривать Новый Завет как исчерпывающее перечисление всего, что произошло в служении Иисуса. Это лишь небольшой образец на пробу. И Дух Святой руководил авторами Нового Завета. Слово говорит, что они писали, будучи движимы Духом Святым. Матфей, Марк, Лука и Иоанн не просто записывали свои ощущения. Они записывали слова с небес. За время земного служения Иисуса записано 19 личных случаев исцеления. А как мы уже говорили, Он, конечно же, совершил более 19 исцелений. Но раз Дух Святой побудил записать для нас эти 19 случаев, очевидно, в них содержится все, что нам необходимо знать о том, как принять свое исцеление и как служить исцелением другим. И нам нужно изучать эти случаи, раз Он дал их нам в качестве учебника. Нам нужно штудировать этот учебник. И мы с вами уже брали отдельные истории исцелений и изучали их строчку за строчкой, слово за словом. Ведь по невнимательности можно просто вскользь пробежаться по верхам, не уделяя времени тому, чтобы в точности рассмотреть написанное. А мы осознаем, что как присутствующие здесь люди, так и смотрящие нас по телевизору и в интернете могут исцелиться прямо там, где они находятся. Для этого не обязательно быть в этом зале. Сила Божья присутствует везде. И когда вы слушаете Слово, на нем есть помазание, и вы можете получить свой ответ. Нет, Слово говорит нам, что Иисус ходил повсюду, уча, проповедуя и исцеляя. У Его служения был тройной акцент. Учение, проповедь и исцеление. Спасибо Богу за проповедь. Но проповедь в первую очередь направлена на достижение этого мира. Это провозглашение. Конечно, в церкви должна быть проповедь, но в основном мы видим акцент на проповеди в служении неспасенным. Учение же вводит нас в знания и откровения о том, что нам принадлежит, как новозаветным верующим. И мы видим, что в синагогах Иисус прежде всего учил. В Писании мы не раз читаем, что Иисус учил в синагогах, потому что тело Христа нуждается в учении. Наученные люди знают, как верить в исцеление. Наученные люди знают, как принять чудо, как сотрудничать с Богом. Присутствуя здесь или смотря наши передачи, вы можете обрести необходимые знания, чтобы получить от Бога то, в чем вы нуждаетесь. Третьей гранью служения Иисуса было исцеление. Он высветил исцеление. Он поставил на нем огромный акцент. И мы не можем себе позволить не ставить на нем акцент. Поскольку служение Иисуса состояло в учении, проповеди и исцелении, каждый служитель должен двигаться в учении, проповеди и исцелении. Смотря на исцеление и чудеса, мы называем их делами Иисуса. Помните, Иисус сказал, «Дела, которые творю я, и вы сотворите». И затем добавил, «И больше сих сотворите». Так что мы можем пойти дальше, в том смысле, что нас много в теле Христа. Тогда как Он был один, мы сотворим не большие дела в плане качества, а больше дел в плане количества. Потому что Иисус творил великие дела, куда бы Он ни шел. И мы не говорим, что у нас получится лучше, чем у Иисуса. Мы можем сделать больше количественно, потому что нас много в теле Христа, а не лучше в плане качества. Итак, нам нужно акцентировать то, что акцентировал Иисус. Он акцентировал учение, проповедь и исцеление. Многие называют чудеса и исцеление делами Иисуса. Но позвольте вам сказать, когда вы учите и проповедуете, это тоже дела Иисуса. «Спасибо Богу за радикальные, мгновенные проявления Божьей силы, но не преуменьшайте проповедь и учение, потому что это точно такие же дела Иисуса». И мы ценим эту возможность подробно учить о чудесах исцеления в служении Иисуса, потому что делая то, что делали те люди, мы получим то, что они получили. Сегодня мы рассмотрим исцеление женщины, которая была скорчена. Обратимся к 13 главе Луки. И я прочитаю довольно большой отрывок Писания. Так что читайте со мной. И те, кто смотрит по телевизору или в интернете, возьмите свою Библию и читайте вместе с нами. Возьмите блокнот, тетрадь и ведите записи, потому что это школа исцеления. Луки, 13 глава, с 10 по 17 стих. «В одной из синагог учил Иисус в субботу». Обратите внимание, что Он делал в синагоге. Он учил. 11 стих. «Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться». Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должны делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от усих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Теперь давайте изучим каждый из этих стихов, начиная с 10. Здесь сказано, в одной из синагог учил он в субботу. Мы снова видим, что Иисус осознавал, что Божий народ нуждается в учении. Почему? Слово говорит, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Ветхий Завет утверждает, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Там не сказано, что он будет истреблен из-за нападок дьявола. Когда вы знаете, что вы имеете во Христе, кто вы во Христе, что принадлежит вам во Христе, и умеете этим пользоваться, применять это в жизни, ни одна атака не сможет сбить вас с пути. Ни одно нападение не сможет вас подавить. Аминь. И нам следует использовать атаки, чтобы научиться более умело применять свои знания. Итак, слово говорит, «Гибнет народ мой из-за нехватки знаний». Вот почему Иисус учил, чтобы жизнь народа не разрушалась. Если что-то рушится в нашей жизни, нам нужно больше знаний. Мне понравилось, что сказал один служитель в ответ на фразу, часто произносимую людьми, проходящими скорби или испытания. «Я делаю все, что знаю, и ничего не помогает, ничего не меняется». Мне нравится ответ этого служителя. Если вы делаете все, что знаете, и ничего не меняется, значит, вам нужно больше знать. Вам нужно больше знать. Потому что, когда вы знаете слово и умеете его правильно использовать, применять, перемены придут. Все не останется, как прежде. Если ничего не меняется, это явный вызов обрести больше знаний. Аминь. И на этих уроках мы как раз стараемся дать вам знания, особенно в сфере исцеления. Когда люди не научены, дьявол пользуется их невежеством. Невежество дает место дьяволу. Действуя против людей, он рассчитывает на отсутствие у них знаний. Ведь против людей, знающих, что он побежден, знающих, что Иисус лишил его силы и власти над нами, дьявол не способен действовать. Когда люди знают это и держатся за это. Когда они этого не знают, дьявол пользуется их невежеством. Невежество не значит, что вы не способны учиться. Это значит, что вас не учили. Вы не научены. Ну, или, конечно, можно быть плохим учеником. Не слушать, не применять. И потому остаться в неведении. Читаем дальше. Там была женщина, восемнадцать лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Заметьте, слово говорит, что у нее был дух немощи. Этот дух не был от Бога. У Бога на небе нет духов немощи, которых Он посылает на людей. Причиной болезни был злой дух. Дух немощи прицепился к ее телу. Она была скорчена, то есть согнута пополам. Она пыталась выпрямиться, но не могла. Этот дух прицепился к ее телу, сделав ее калекой. И заметьте, она находилась в этом состоянии восемнадцать лет. Как трагично выглядели попытки этой женщины жить в таком состоянии. И мне очень дорого, что Иисус не сказал, «Ну, ты в этом состоянии уже так долго, пусть уж будет как есть». Не свыкайтесь с неправильными вещами, как бы долго они не пытались на вас влиять. Не свыкайтесь с ними, не миритесь с ними, просто от того, что прошло много времени. Я вот что поняла. Бог позволит вам иметь все, что вас устраивает. Но если вы скажете, «С меня хватит», Божья сила вас поддержит. Поэтому не свыкайтесь с болезнью с течением времени. Не свыкайтесь с тем, что не так в вашем теле, с тем, что не работает как надо. Не миритесь с этим. Ведь Иисусу так дорого обошлась ваша свобода от этого. Заметьте, будучи еврейкой, эта женщина наверняка посещала синагогу все это время. И так и не получила исцеления. Восемнадцать лет она была скорчена. Это не был ее первый день в синагоге. Она еврейка. Евреи с детства ходили в синагогу. Так что она посещала эту синагогу все восемнадцать лет, что она была скорчена. И она так и не получила исцеления за эти восемнадцать лет. У людей должна быть возможность прийти в наши церкви и получить исцеление, получить помощь. Наши церкви должны быть местом, где жизни людей меняются. Если люди не исцеляются в наших церквях, нам нужно выяснить почему. Ведь проблема не с Божьей, а с нашей стороны. Мы не сотрудничаем с Богом или не обладаем необходимыми знаниями, или не применяем свою власть. Аминь. Заметьте, она не исцелилась, сидя дома. Она пришла в церковь. Она пришла в церковь. Если вам нужна помощь, идите в церковь. Идите туда, где звучит слово. Не сидите дома, просто лелея свои трудности и погружаясь в себя, в то, с чем вы столкнулись, в свою боль. Можете представить боль этой женщины, если она не могла выпрямиться из скорченного положения. Можете представить, как больно ей было передвигаться. Тело не создано, чтобы находиться в согнутом состоянии. Все будет не так. Бедра, колени, все. Ей было трудно и неудобно передвигаться. Но она не смирилась с этим и не осталась дома. Аминь. Она пришла туда, где присутствовало помазание. И где оно в то время проявлялось. Так? Когда вам нужна помощь, идите в церковь. Идите в церковь. Идите туда, где проявленная сила Божья может выйти навстречу вашей нужде. Может ли она выйти ей навстречу дома? Да, но иногда людям нужно больше знаний, чтобы суметь сотрудничать с этой силой. Обратите внимание. Это женщина-еврейка. Иисус назвал ее дочерью Авраамовой. Что это значит? Это женщина Завета. Она в Завете. Завет Авраама ей принадлежит. И Иисус указал на это. Мне не важно, что она в этом состоянии уже 18 лет. Завет не стал недействительным в ее жизни. Завет никуда не делся. Он все еще ей принадлежит. Заметьте. Слово говорит нам, что она была связана духом немощи 18 лет. Итак, она еврейка. Она в Завете с Богом. Однако в ее жизни есть злой дух? Тут нужно кое-что разъяснить. Что, у божьих детей могут быть бесы? Тут необходимо пояснение. У них в духе не может быть бесов. Если вы рождены свыше, в вашем духе нет бесов. Это невозможно. Потому что ваш дух – место обитания Духа Святого. А Дух Святой и бесы не живут вместе. Они не живут вместе. Итак, нам нужно уточнить, что этот злой дух прицепился к ее телу. А не к ее духу. Он просто прицепился к ее телу. Вам необходимо понять. Мы тройственные существа. Мы дух. Мы не тело. Мы дух. У нас есть душа. Душа состоит из ума, воли и эмоций. И мы живем в теле. Настоящие вы живете внутри тела. Тело не есть настоящие вы. Тело – дом для вас настоящего. Итак, в ее духе не было беса. Бес прицепился к ее дому. К телу, в котором жил ее дух. Кто-то может сказать, я не понимаю, как бес может прицепиться к телу рожденного свыше человека. Ну, папа Хэгген, наш духовный отец, объяснял это следующим образом. Представьте, вы купили дом, и при его осмотре жилищный инспектор говорит, в вашем доме термиты. То, что в вашем доме термиты, ведь не значит, что в вас есть термиты. Точно так же, ваше тело – просто дом, в котором вы живете. И если что-то прицепилось к вашему дому, это не значит, что оно пробралось в вас. Аминь. Ее тело было домом, в котором она жила. Это не была настоящая она. И злой дух прицепился к телу. Вы спросите, значит ли это, что такое может произойти со мной? Не при наличии знаний, не при применении власти. Когда приходят симптомы, когда атакует враг, у вас есть право сказать, «Нет, не выйдет, убери свои руки от меня». Почему? Потому что слово говорит, «Противостаньте дьяволу». И что произойдет? Он убежит от вас. Он не просто отступит, он в ужасе убежит от вас. Аминь. Однако не нужно впадать в крайность, утверждая, что раз кто-то болен, значит, к его телу прицепился бес. Иногда люди просто нуждаются в исцелении. А иногда болезнь вызвана злым духом. Но мы знаем, вызвана ли болезнь, прицепившимся к телу злым духом, или нет. Дьявол косвенно стоит за любым заболеванием. Здесь злой дух непосредственно вызвал болезнь этой женщины. Но это не значит, что каждый раз причина в злом духе, прицепившемся к чьему-то телу. Вы спросите, а как узнать, есть он или его нет? У вас есть дух святой. И особенно, если вы служите кому-то, не предполагайте автоматически, что раз человек болен, значит, к его телу прицепился злой дух. Дьявол косвенно стоит за всеми болезнями. Но дух святой даст вам знать, прицепился ли какой-то бес к телу того человека, которому вы служите. Мы уже говорили, что у верующего в духе не может быть бесов. Но они пытаются прицепиться к телам людей, у которых нет знаний, и которые не противостоят дьяволу. Вы скажете, мне кажется, что я позволил чему-то прицепиться. Вы можете применить свою власть прямо сейчас и избавиться от этого. Не обязательно, чтобы кто-то вам послужил. Вы можете просто сами встать и сказать, хватит, хватит. Обретя знания о том, что у вас есть во Христе, осознав, я могу противостать дьяволу, и он убежит от меня, а не только от проповедника, вы можете прогнать то, что пыталось к вам прицепиться или даже уже прицепилось. Ваша власть все равно действует. Мы уже говорили, что каждый христианин, каждый человек – тройственное существо. Он – дух, у него есть душа, состоящая из умоволи и эмоций, и он живет в теле. И у христианина в духе не может быть злого духа. Но злой дух может прицепиться к телу того, кто не знает, что ему принадлежит согласно слову. А может ли злой дух быть в уме у христианина? Да, но только при одном условии – если христианин к нему прислушивается. Если христианин прислушивается к дьяволу, злой дух получает доступ к его уму и терзает его. Аминь. Вот почему во 2 Коринфянам 10.4 сказано «Не спровергаем замыслы». Не впускайте в себя эти замыслы, не спровергайте их, мысли, будоражащие вашу жизнь, мысли, рисующие какие-то негативные картины. Не спровергайте их, не прокручивайте их в своем уме. Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Что такое познание Божье? Слово. Все, что противоречит слову, достойно лишь неспровержения. Как же не спровергать мысли? Говорить «Это не моя мысль». Отвечайте неправильным мыслям. Отвечайте им. Скажите «Это не моя мысль». Я противостою этой мысли. Я не приму эту мысль. И потом возьмите правильную мысль. Возьмите мысль из слова и говорите ее. Но не спровергнуть что-то неправильное можно, взяв что-то правильное. Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем, прислушайтесь, всякое помышление. Не просто большинство мыслей, а каждую мысль. Стоит закрасться лишь одной мысли, чтобы испортить вам жизнь. Одна неправильная мысль, оставленная без внимания и вынашиваемая день за днем, день за днем, может измучить ум. Послушайте, дьявол подкинул Еве всего одну неправильную мысль. Хватило одной неправильной мысли, чтобы сбить их с пути. Одна неправильная мысль, ни десять, ни двадцать. Всего одна неправильная мысль, к которой прислушались, приняли и поступили соответственно. Если достаточно долго слушать что-то неправильное, оно начнет казаться правильным. Не слушайте. Знаете, как врагу нравится подбрасывать нам обвинения, обиду и горечь по отношению к кому-то? Помнишь, что он сделал? Помнишь это? Дьявол пытается посеять в вас семя обиды. Если вы достаточно долго к этому будете прислушиваться, не отвечая, это проникнет вовнутрь. Итак, мы управители своего тела, но мы также управители своего ума. И не забывайте, когда мы родились свыше, Бог сделал что-то с нашим духом. Он дал нам новый дух. Он вложил свой собственный дух в нас, его жизнь в нас, его способности в нас, вечная жизнь в нас. У нас совершенно новый дух. Бог не исцелил наш старый дух. Он убрал старый дух. И вложил в нас новый дух. Итак, он сделал что-то с нашим духом. Но на нас ответственность сделать что-то со своим телом и умом. В 12 главе Римлянам сказано, что нам следует предоставить свои тела Богу. Что это значит? Предоставить свое тело Богу. Предоставьте свое тело тому, что Бог говорит делать. Тому, что угодно Богу. До рождения свыше мы предоставляли свое тело греху. Если телу чего-то хотелось, мы просто делали это. Мы предоставляли тело греху. Мы больше не предоставляем его греху. Мы больше не связываемся с грехом. Не потакаем ему в своем теле. Мы отвечаем, нет, у меня есть власть. Нам дано владычество над грехом. Он больше не может нами распоряжаться. Так что мы отказываемся ему подчиняться. Мы предоставляем свои тела Богу. Предоставляем их тому, что угодно Богу. Предоставляем их правильным поступком. Так мы обращаемся со своим телом. А дальше в Римлянам 12.2 сказано, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Что такое обновление ума? Это значит перенять Божий образ мышления. То есть, если какая-то мысль из той системы мышления, в которой вы воспитывались, противоречит тому, о чем учит Слово, вы говорите, «Я убираю тот образ мышления, что был у меня всю жизнь, и я перенимаю Божий образ мышления». Как узнать, какие мысли у Бога? Божье Слово – это Божьи мысли. Бог поделился своими мыслями с человечеством. Он написал книгу и сказал, «Вот мои мысли». Бог предлагает нам свои мысли. «Возьмите их, возьмите их». И если они противоречат вашему человеческому мышлению, откажитесь от своего человеческого мышления. Скажите, «Я больше не буду так мыслить, я перейму Божий образ мышления». Вот что такое обновление ума. И когда оно начнет проявляться в том, как вы реагируете на людей, так как вы выберете реагировать на основании Божьего Слова, говорить на основании Божьего Слова, верить на основании Божьего Слова, тогда ваша жизнь преобразится, как сказано в Римлянам 12.2. Только представьте, преображенная жизнь. Бог сделал что-то с нашим Духом, но наша задача – сделать что-то со своим умом и телом. И мы можем это сделать с помощью Духа Святого. Аминь. Мы так рады, что вы были с нами сегодня. Не пропустите следующие уроки. Бог да благословит вас. До новых встреч. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова